Посмотрим формат пакета сетевого уровня, например, в пакет IP. Давайте в Airshark запустим. Будем смотреть пакеты IP версии 4. Вот у меня есть тот канал Тоннель, он привязан к IP версии 4, поэтому я его запущу исключительно для того, чтобы более ясно видеть пакеты IP версии 4. Ну вот их достаточно большое количество. Нужно остановить и посмотреть их последовательно. Ну вот у нас основные пакеты. Ну вот давайте какой-нибудь и возьмем. Вот у нас Frame Ethernet. И в него вложен протокол IP версии 4. Вот написано. И дальше описание этого пакета протоколов IP версии 4. Все точно по схеме. Вначале идет, ну, во-первых, да, естественно, два адреса. Источник назначения. Вот они. У нас тут вот адрес источника, адрес назначения. Версия 4 протокола. И длина заголовка 20 байт. Дальше поле GIFSERF идет. Ну, вот тут оно не установлено. И ECN, это явное уведомление о перегрузке, тоже не установлено. Общая длина 52. Флаги идут. И идентификатор. Это идентификационная последовательность, которая идентифицирует у нас наш пакет IP. Значит, это у нас сдвиг. Так, сдвиг у нас учитывается, когда фрагментируется пакет. Пакет разбивается в несколько частей. И пакеты с одним идентификатором могут скрепляться вместе. Но тогда у нас у нового пакета должен быть дополнительный сдвиг относительно начала. Но в данном случае у нас поставлен флаг не фрагментировать. Естественно, у нас тут никакого сдвига нет. Time to life поставлен на 64. Time to life больше частью зависит от операционной системы, от стека протоколов. И по time to life можно даже определять, что это за стек, кто производитель данной реализации стека протоколов. Вложенный протокол TCP, сумма контрольная заголовка, ну и адреса. Вот, собственно, полностью и дан наш пакет IP. Ну и вот давайте вон какой-нибудь UDP посмотрим, что в нем меняется. В принципе, а вот в данном случае у нас назначение, destination. Вот. Это широковещательный адрес класса А. Значит, ну вот основное изменение, то, что у нас вложенный протокол UDP. Ну и вы можете посмотреть другие варианты. Обратите внимание на флаги, обозначенные тут. Это флаги, которые Acknowledgement, Push устанавливаются при установлении соединения при хэншейке и при разрыве соединения. Ну вот UDP опять уже не наш широковещательный, а на конкретный адрес. Вот, чем интересен этот пакет, то, что у него установлен флаг ECN. То есть он поддерживает управление перегрузкой. Если у нас есть перегрузка, тогда маршрутизатор посылает этот флаг, этот пакет с этим флагом. И для источника это будет означать, что на маршрутизаторе перегрузка. Ну, вот видите, у нас тут нет запрета на фрагментацию. И сдвиг пакета 0. Ну и вот прошу посмотреть несколько пакетов и описать их содержимое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok